Так, вот друзья мои, наверное, последний фильм, я уже, правда, зарекался, последних уже было много, но этот фильм получился тоже испробно. Мы только что пришли с выставки, на выставке я все хвалил, а когда в узком кругу, вот мои гости с Алтая, мои, надеюсь, продолжатели, продолжатели настолько, что я им столько семян подарил, вот, что вы это видели в одном из фильмов, получается, что, ну, не было такой корысти, было желание, чтобы на Алтае появилось новое гнездо, что ли, садоводческое, примерно такое же, как Саногорск, но посмотрели мы с вами предыдущий фильм, кто из вас уже видел, вот, мы сейчас тепленькие прямо оттуда, но главный смысл-то был в Смотрин, вот, я ходил, я хвалил, действительно замечательные наши люди, хотя первое поколение уже в могиле, самые главные создатели, еще несколько человек не было, их фамилии в предыдущем фильме называл, вот, и я что хочу сказать, я хочу сказать, что то, что вы видели, уже в узком кругу, я сказал, что Саногорское садоводство умирает, вот, это остатки былой роскоши, 31 год, 32 года назад, на первой выставке садоводства, у меня были глаза больше, чем 500-граммовые, 500-граммовые апорты, которые уже тогда были, вот, а сегодня вы увидели, ну, даже и были, но помельче, ну, это один из примеров, что мы еще видели, вот, хочется все, моим гостям понравились груши, так, я уже не буду сейчас им допрос устраивать, что, почему, подтвердение, им понравились груши, а мы на рынке, тут же рядом сделали съемки на рынке, то есть то, что быт, то есть то, что должно быть расхожим товаром, мы нашли только одно ведро с абрикосами, ой, с грушами, вот, и я вынужден сказать, что грушевая тема самая грустная, уже 30 лет назад абрикосы были, а груш не было, вот, как это получилось, почему мы здесь сейчас, потому что мои друзья должны вывезти отсюда семена груш, как они стали дефицитными, во-первых, потому что продавали лукашевки питомники, а с непривитых лукашевок вырастало практически все несъедобное, практически у лукашевок, один из основателей лукашевок, один из родителей, является уссуевская груша та же, и все, что продавали питомники, несъедобно, вот, самый продвинутый из питомников, так называемый очурский лесхоз, взялся выращивать, наверное, как, все-таки дикие груши, чисто лукашевки, но, ой, чистое уссурите, но как декоративную культуру, они очень красивые, особенно осенью, багряный цвет такой, что дух захватывает, как декоративную культуру, раз, и как подвой, и вот они каждый год сеяли, а я еще об этом не знал, а потом запахивали, так продолжалось лет 10, ну, это государственная структура, сами знаете, что такое государственная, ну, не купят, трактор пустили, то есть однолетние саженцы исчезали под лемехом без следа, и так каждый год, когда я узнал, я приехал, мне сказали, извините, мы запахали, все. Каким чудом я нашел? Плохо запахивает. Вот так я стал обладателем уникального сорта, уссурийских грушек, которых Мичурин что сказал? Мичурин сказал, что, да, это я уже рассказывал, неудобно повторяться, телеграмма звучала так, а он же был посиклен на командующий, попробовал бы какой-нибудь там местный чиновник отказать Мичурину, собрать, а эта телеграмма была отправлена в Благовещенск, на Амур, собрать с 20 гектаров, все плоды прислать, семена, вот. Ну и где они? Вот так вот и получился Яногорск без груш. С одной стороны феномен, с абрикосами продвинулись, ну продвинулись, потому что у нас все-таки, этот самый, нашлось несколько человек, я о них уже рассказывал, не буду повторять, и оказалось, что мы можем все, еще не мырла садоводство, потому что большинство садоводов из нас с Украины корни, мне иногда так кажется, поэтому иногда перехожу на украинскую речь, вот. Чулы? Чулы. Теперь пойдем дальше. Итак, смотрите сюда, вот это вот, кстати, повторяю, вот это вот тот самый золотой запас России, почему Россия, громкое название, потому что только в России, они, только в России, они могут, то есть таким названием громким, потому что это все касается самой России, вот видите, расфасованные ушурийские груши, они вот предложены гостям, как подвоев, почему? Потому что действительно редкий случай, когда у меня, по моим меркам, молодежь, и эта молодежь, решила начать с нуля, с подвоев, а потом уже черенки и прочее. Итак, вот это первое, что я вам предложил. Вот, технология есть, если вас на сайте не найдете, я вышлю. Это касается самой грустной темы, усурийские груши. Далее, стоит ли у вас все-таки тайга? А когда сказали тайга, мне сразу мороз по коже. И я тогда подумал, предложу вам ранетки. Итак, ранетка пурпуровая. Помните, так, а вы собрали ранетку? Все, я вам подарил. Все, пропускаем. А? Мы не знаем, пурпуровая ли она. Она была пурпуровая. Я ее сделал, да, я сделал на ней несколько прививок, яблок, да, вот. Я прививал на нее там бочонок, такой сорт прислали у меня со Смоленска. Я прививал на нее этот самый богатырь, я прививал на нее еще пару сортов, и она цвет поменяла. А, нет, желтая это желтая. Вы не поняли. Возле беседки вы собрали, правильно? Собирали же. Собирали. Вот. Значит, я вам ее не предлагаю. Подарок есть подарок. Так, следующий момент. Сейчас, сейчас, сейчас. Что интересно будет. На любителя. Вот это вот расфасованные персики. Персики, косточки вы увидели. В фильмах они есть. Живьем. Я вам дал пробовать, я не помню. Давал, да? Вот это они есть, это с них. Так. Вот. Причем, у меня два сорта, но в данном случае представлен только один, Хасанский. Ну, вот такой вопрос, наверное, уже задавался не раз. Каковы шансы получить из этого персика, то есть сохранить материнские... А, объясняю. Его родители были, это, не привитые. Поняли? Меньше он не может быть, а дальше просто, чтобы вы в курсе были эти. Там, где вы найдете, наберете фамилию Чернобая, один из моих фильмов, снят его в саду. Вот. Послушайте его речь. Увидите у него сенцевые персики. А мы же, то есть, это все когда-то начиналось с одной ветки. Уже их десятки, сотни деревьев. Кое-что он продает, кое-что я продавал. Вот. А начиналось все с одной ветки, это все с одной почки. Что получается? Он-то часть привил, часть нет. Его слова неотличимые. Я-то не привитые, это, это. Хасанский-то у меня ни одного непритого дерева нет. А, то есть, все привитые. А у него-то и такие-таки, его слова. Но он мужик серьезный и не для рекламы, потому что он сейчас не торгует саженцами. Поэтому он сказал, что сенцевые такой же размер имеют, как и привитые. Значит, ему можно верить. Вот ответ на ваш вопрос. Думайте. Вот. Но вам в вашей тайге придется укрывать или полуукрывать. Ну, детали уже потом. Вот. Мне на лекции не хватило 150 фильмов, чтобы я сейчас рассказывал, как растить в кустовидной форме. Уже не будем. Так, что еще я вам предложу? Что еще? Культурные груши на любителя. Мне кажется, вам в вашем жестком климате надо идти тем путем, что я пошел. Так как я стал лидером по грушам. Это же не случайно. Все. Привита на уссурийские вот эти дети. Вот. Приживаемых 100%. Причем, в отличие от абрикосов, роскошных, тут не пришлось воевать за их биологическую совместимость. Она сама собой получилась. Так. В принципе, друзья, я могу вам порекомендовать черный абрикос. Вот. Вы уже... Это на самом деле правы были те, кто сказали, что черный абрикос существует. Это гибрид абрикоса с черной лучой. И правы те, кто сказал, что его нет на планете, потому что действительно это гибрид. Это не чистый абрикос. Получается, что одни считают, что это миф, другие его выращивают, как я. Ну, на всю Сибирь несколько деревьев. Если считать меня, еще одного-двух человек. Так. И нужны ли они вам? Дело в том, что алыча придает невероятную морозостойку. Раз. Алыча придает пользу и светение. Мы, когда с вами были на рынке, что ко мне подошел товарищ? А как отодвинуть? Я уже не стал рассказывать, как отодвинуть светение, да. Потому что это палка о двух концах. Вот. Делают, да. Нагребают снег, отодвигают растаивание. От корней спят. Дерево должно попозже свистеть. Ага. Оно там же изгнивает под этим снегом. Вы заметили, что я ушел от вопроса? Я редко так делаю, потому что читать человек целую лекцию, там было не место. Он ждал мне четкий ответ. Я ему говорю, побольше сортов разных. Одной попали под замороз, другие нет. Почему у меня всегда есть плоды? Ну и что, если у меня часть деревьев, даже был случай, пустые. Сад этого и не заметил. Вот. Так, теперь получается, вот, по крайней мере, все идет на неделю-две позже абрикосов. Вот его преимущество. Вкус такой пряный, необычный. Ни на что не похож. Ни на сливу, ни на абрикос. Вот. Это рекомендация, а там как хотите. Так, теперь, раз уж про абрикосы. Вот они, роскошнейшие. Посмотрите, какие огромные. У них это со 100 граммовых. Семечки, да. Косточки. Вот. Видите, со 100 граммовых абрикосов. Абрикос Курдема. Эта линия академика под названием Курдема. Расшифровывать не буду, не тот день. Вот он сам академик. Плоды практически такие же. Ну, может быть, чуть-чуть мельче. Тут, допустим, до 100 граммов, а тут, допустим, до 80. И различается форма. Де линии. Королевские я сейчас не буду. Вы знаете, как столько раз показывал в саду, поэтому здесь только сам факт, что, да, есть королевские. Да, есть семена, косточки фаины. Вот. Причем фаины уже, тут разные фаины. Вот. Вы видите, огромные плоды. Вы видите, средние плоды. Вот. Видите, еще огромные. Вот они. Видели, да, это со 180 граммовых фаин. Байлевицкий. Ну, что говорить. Это визитная карточка нашей Хакасии. Самый удачный. Из крупноплодных. Самый удачный, который пошел. И который я даже застал, уже будучи котом, котом, клоном или котом сорта формы, так можно сказать. Вот если я сюда приложил руку, сюда приложил руку, сюда приложил руку. У меня все как? Я когда, знаете, друзья, вам сейчас, пожалуйста, мне другого хватает. Вот. И что получается? И с одной стороны много чего добился, да? Так. А с другой стороны взял и пару раз сказал. Я пришел на готовое. То есть мне не пришлось думать, будут ли расти абрикосы, если уже вот эти по 50-60 грамм, да, уже были тут. Конечно, пришел на готовое. Осталось только развить эту отрасль. Вот. Чем я и занимался 30 лет. А мне теперь говорят, ты пришел на всем готовое. При чем-то ты? Да, вот эти ребята, которые видели, они кроме одного, все раньше меня начали. Вот. Вы видели, какие прекрасные сливы. Я сливы почти не хвастаюсь. Пару удач и все. Вон сколько слив у Тотарова. Вот. Ну и не завидую никому. Так. Много новинок. Дальше. Амуры. Амуры обязательно вывозите. Почему? Да потому что сам универсальный сорт. Может быть, подвоем. Может быть, перевоем. Может быть, самостоятельная культура, которая даст вам плоды. Практически такие же. Почему? Смотрим. Следующая банка. Амур сельцевый. Это с привитого. Это с непривитого дерева плоды. Отличается? Практически. Да. В смысле отличается. Это вкуснее. Это же спора нет. Я подумал, сразу вы спросили, отличается это размер косточек. Ну, почти одинаковая. Почти. Вот. Ну, правда, у меня в этом году опять феномен. Укрупнились амуры. Уменьшились серафимы. Вон серафимы. Ну, все это мы проходили. Так. Что еще вам показать, рассказать, объяснить? Значит так. Маньчжурцы вы собрали из по трех... Они там росли густо. По трех деревьев. Мы назвали это ассортеи маньчжурского абрикоса. Так. И еще я вас потом отвел. Вы даже с патриарха немного собрали. Так. То есть, по моим этим... Вот они. Маньчжурские, скороплодные, сладкие. Ну, а этих у вас нету. Скороплодного или сладкого. Хотите, добирайте. Ну, хотя у вас и так по этих косточек немерено. Вы собрали. Так. Хотите, добирайте. Этот, этот. Вот. И вот эти два дерева, номер два номер три. В сам конце растут. Они тоже особые. А вот четыре-пять, это как раз примерно те, что вы собрали. Четыре-пять. То есть, а вот эти вам на раздумья. Будете разоряться. Номер три, номер два. Маньчжурские. Это сыновья маньчжурцы. Сладкий и скороплодный. И еще жердель с Украины. Я вам скажу, второе место попадут с Украины. Держит по морозу и после патриарха. Представьте себе. Пусто, голо. Весной мороз. Завалило снегом. Жуть. Плодоносили два дерева. Патриарх. И привитый на патриарх. Жердель с Украины. Вот. То есть. А качество плодов у нее как? А. Про качество плодов мне очень неудобно повторяться. Но вы хорошо спросили. Это вас кто-то там с неба застал спросить. Моя любимая тема. Рассказывайте в четвертый раз. В трех фильмах уже есть. Почему? Вот. Так же, как вы видели, это Мечей. Как-то ко мне неудобно повторяться. Но не могут же все посмотреть, что происходит в фильмах. Кто-то слышит впервые, например. Самый разгар плодоношения абрикосов. То есть еще месяцем раньше. Саженцы не продаются в начале апреля. И вдруг приезжает пять человек с Томска, пять человек с Минусинска, полная машина, посмотреть. И у меня был кто-то из авторитетов. По-моему, Чернобаев, который относится уже к Сайногорской элите. Вот. И еще, по-моему, кто-то с авторитетов. И я тринадцатый или двенадцатый. Вот. Я пошел угощать. А мне стыдно. У меня там висит, я уже по одному плодику королевских висит, штук тридцать. А Серафимов, допустим, штук пятьдесят. Вот. И все. А стыдно после такой страшной весны. Пустые деревья. Угостил. Ну, все-таки, это ж королевские все-таки. Это Серафим. Они же относятся к элике. Я их угостил. Они довольны. Идем обратно мимо жердели. Под жердели лежит слоем три ряда. Слой. Вот. Как будто и не было этой зимы, да? Вот. Они говорят, а это что? Говорят, а это, это самое. Дикари, пошли дальше. Кто-то нагибается. Ну, какой-то дикой выбег. Второй, третий, десятый. Устроил, как не соревнование, как-то дегустацию невольную и голосование. Одиннадцать против одного меня. Вкуснее королевских. Как? Не может быть. Королевские, там сама сладость. А им с кисынкой подавай. И вот теперь скажите мне, нужны они это самое? Ведь вдруг у вас будет питомник, вдруг у вас будет промышленный сад. А вдруг они действительно, ведь это же я не выдумываю ничего. Потому что сколько у меня гостей, сколько у меня этих, которые меня, недру, которые меня на слове ловят, да? Вот. Ведь у меня же фотографии есть этих, где там ломится этот же жердель. Вот так, друзья мои. Я надеюсь, вам ответил наш вопрос. Вполне. Так, вполне, да. Что еще тут интересного? Сейчас, наверное... А! Дело в том, что сливы, они, конечно, по популярности держат второе место. Почему интересно? Почему? Сливы скороплодные. Второй, третий год привитые. Третий, четвертый, пятый год не привитые. А попробуйте вы это, что-то вырастить, ту же грушу. Если вы хотите начинать с нуля, значит, селечка. Вот. И сами видели... А, у меня вы сливы-то и не пробовали-то толком, да? Их же не было. А, это не считается. Ну, вы видели, по крайней мере, сливы этого на рынке. Ну, меня, видите, у меня же как... Они перешли все в косточки, мы же не стали ждать, пока вы приедете. А вот это вы видели, да? Да, видели. Вот. Ну, у меня, правда, не было сувенира Востока роскошного. У него не было... У меня же это самое... Господи, это... Потом вспомню. Еще один более роскошный сорт. Там у меня всего-то, вот столько косточек, да? Ну, это культурный. Будьте... Один из принципов, которые я придерживаюсь, это... Вы... Если я завтра помру, вам же не видать черенков никогда. Ну, просто, вот, знаете, я иногда думаю, вот ночей с нуля, с моими знаниями, где бы я бы, этот сад такой бы вырастил. У меня же такие вещи есть, которые никто уважает. Вот, с Москвы не пришлют, потому что этого... С Саратова не пришлют, живых нет, с Украины не пришлют, живых нет. Поняли? Этого самого Левицкого живых нет. Вот. Бородский, только благодаря нашим молитвам и нашей денежной поддержке жив, а фактически он же ничего делать уже не может. Вот. Понимаете, что это? А здесь получается как? Буду жив, вы, допустим, посадили те же семечки, косточки слив, да? Вот они. Сейчас покажу, да? Причем покажу именно подвойные. Вы, допустим, их посадили, так? И заказали на следующий год, и на следующей зимой, то есть через год с небольшим, через год-два месяца, в ноябре заказали мне черенки. Если некому, может быть, вам надо пусть понемножку, но иметь культурные сливы. То есть культурная растет, может замерзнуть, но ей надо придать, как я делаю, кустовидную форму. И она почти вся ваша тайга, ваша снега, не то что у нас без снежья. У нас когда поваренок, это чудо, раз 10 лет. Когда снега поварено. А так обычно по Сиколовску. И вот получается, что один из ваших этих, если вы скульптурных, выращенный у себя, ветки по методу железа, не как попало, а по закону сопочтения почек, перенесете, да? Ваши выращенные эти. Это просто думайте. Почему? Потому что понемножку у меня культурное есть. У меня есть немножко венгерок. У меня это чудо из чудес, я считаю, для Сибири. На Украине-то как грязь. Хотя уже там тоже деградация будет здоровой. На технологии это как бы понятно в теории, но на практике возникает вопрос, какие все-таки шансы перенести культурные свойства? Потому что, как вы верно замечали, что... У косточковых большие. То есть у слив все-таки вероятно... Но придется садить. Понимаете, как мне говорят. Вот в литературе написано, обычно пишут как, садите через 5-6 метров, а в некоторых местах еще, в других источках пишут, через 6-8. Я говорю, вы так посадите, у вас, по-моему, погибло, и во что, через 12 метров будут деревья? Я чем обязан урожаями? Кроны замкнулись, и тогда супер урожай. Я заметил, только когда замкнулись кроны. Наука в большинстве своем отрисает ветровое опыление. А здесь миллионы этих самых, они же, когда замкнулись кроны, перепылились. И для того, чтобы эта несчастная малюсенькая песчинка перелетела из пестика, из тычинки в пестик, ей несколько миллиметров надо, несколько сантиметров. Она методом тыка туда попадает. Ветровое опыление я не отрицаю. А многие считают, что это невозможно потерять. Конечно, между деревьями 6-8 метров. Исключено. А у меня-то несколько сантиметров, вы же видели, как лазили, вы же не могли пробраться между ними. Это здорово. Итак, получается, что мы переходим к тому, что вы думаете, нужны ли вам культурные сливы в качестве привоя будущего, которое все-таки сохраняет свои качества так, что если вы садить будете, например, через полметра, через метр, а я еще раз говорю, это прообраз будущего питомника. Лучше из лучшей навсегда. Вспомните, вырастут, питомник вытеснят. Вспоминайте мои слова, которые уже становятся скоро. Умру классиком назовут, появится новый термин – кочующий питомник. Он же лучший маточный сад. Так вот, значит, сейчас мы переходим по двое. Смотрите. Вот, это не то. А куда же я его делал? Так, наверное, куда-то. Ага, вот. Сейчас я вам кое-что покажу. Вот, дело в том, что слива сливе рознь. У меня была одна единственная неудача – прививки темно-синих слив на желтую подводь, на сливу желтую подводь, да? Вот тогда просьба размотать. Вот тогда-то я решил так. От греха подальше – синие только на синие, красное только на красном. Но это в идеале. Или универсальные подвои, их называю красно-синими, поняли? Которые годятся на все случаи жизни. То есть, какой бы у вас ни был привой, смотрим. Красно-синее. Надумайте. Вот, расфасованы они. Так? Вот. То ли по 10, то ли по 12 штук. Обычно по 12. Вот. Надумайте, пожалуйста. Это самое подвоенное из подвоенных. Вот. Хотя есть варианты, но все-таки это… И те, кто смотрит наш фильм, тоже не хочется сильно надоедать. Получается, сливы разобрались. Вишни. Вишни вы набрали культурно, вы их будете садить, и у вас получится вариант такой. Объясняю. Я когда открыл, очень рослые, вот с такими огромными штамбами, невероятным плодоношением, регулярным, обильным, вишни, но мелкие, невкусные, но штамбовые, не путать с это, со степной. Я схватился за голову, я раз еще в Абаканский институт, там, пару человек приехало ко мне. Я говорю, вы им не занимаетесь, они на них смотрят, говорят, нет. Вот. Вот, а кто, когда, как появились, и вот тогда до меня дошло. Попадается, у меня же глаз набитый, от степной отличает только так. До степной в 4 раза меньше роста. Она 2 метра достигает, потом урожай, и она наклоняется шатром, и дальше. Эти 2 метра и есть предел. Редко 2,5. А это мощные деревья. Иногда встречаю, еду, еду, раз, глаза резануло. Есть. Откуда взялись? Я придумал теорию сам себе, что они, это бывшие Владимирские вишни из мичуринских мест, ну, то есть не черноземных, которые завезены, были первыми переселенцами. То есть перед Первой мировой войной. Значит, им 100 лет. Значит, они одичали. Самые дикие оказались, самые надежные, самые невкусные. И вот они служат у меня подвоем для черешин. Черешни, мне кажется, вам рано. Вот они тут, косточки. Но есть любители, и мой друг, кстати, ныне покойный, очень уважаемый человек Саратова, он же бывший зам директора зональной, он ученый зональной опытной станции садоводства, он агроном, ученый-агроном, Валерий Петрович Чернышов. Он и других учил, и при садном хозяйстве печатался. Можно при вашем снеге, можно делать черешни формы, можно есть черешни прямо, так же, как персики укрытые. То есть в идеале, вот смотрите, персик можно купить огромный с рынка, и здесь в Сибири довести до плодоношения, полностью укрывая. Вот тот же Чернобаев, он придумал чум-термос, помните принцип? Пока похолодание, пока в нем остынет, похолодание закончилось. Начинается жара, пока жара достигнет пика, там еще холодно, жара прошла, и вот получается вместо вот этих пиков, вот этих, получается гладенько, гладенько, гладенько. Вот смысл. Или просто обматывание всего, возможно, тряпками, чем угодно. Вот, любимое занятие женщин колготками, старыми, ненужными. Ну ладно, это так, к слову пришлось. И вот, получается что, черешня, или вы меня берете культурную, это самая северная в мире, почему, я же ее не укрываю, а она у меня растет и плодоносит. Не сразу добился, несколько поколений. Раз, теперь вы можете ее не брать, или второй вариант, он более реальный для вас. Вот, это когда вы у меня вначале возьмете, у вас есть же культурная вишня, есть, я же вам дал возможность и покушать, и набрать, так. Как один из вариантов, самый надежный вариант какой, вы у меня берете вишню штамбовую сибирскую, это я ее через сто лет как завезли, так обозвал, потому что как-то надо выделить сибирскую штамбовую вишню. Теперь это уже становится, это знаете, как получается, сейчас слово не воробей, вылетит, все, стоило мне назвать абрикос Бай, абрикосом Бай-Левицкий, так, и хотя у меня только один питомник НПО Челябинск выписал черенки, я им выслал 200 тысяч черенков, в том числе и Левицкого, да, вот, только они, сейчас вся страна торгует абрикосом Левицкого. А фотографии откуда, ну-ка, помните, правильно, вот, то есть сейчас я сказал про сибирскую штамбу вишню, завтра она станет официальной, а завтра ее наука признает, если захочет, и вот, а не только мошенники, которые продают халтуру, и вот, значит, переходим к ней, вот они косточки, я один год, единственное, черешню продавал привитую на нее, переживаемость великолепная, и сейчас мои они привиты на нее, на нее же, так, вот, вот, поэтому косточки, я считаю, бесценны, учитывая невероятную мразостойкость, вот этой вот самой, о, на новичной сибирской штамбы, вот она, так, вот, это значит, что, если она вам нужна, закончим съемку, забирайте, покупайте. Далее, значит, получается, потом вы на нее можете привить веточки с вашей, которые я вам подарил, косточки этой культурной украинской вишни, которую я называю, как это там, там она типа жуковкой зовут, ну, в общем, жуковская, так вот. Ну, вы говорили про нее, что она вроде морозостойкая. А, так, вы понимаете, я вам предлагаю все карты, все варианты, вы должны попробовать ее, у вас ее много, так, вы набрали много, наверное, сотни там этих, всадите густо и ждете, пусть помирает, помирает, что остается, а как я с шелкой своей начал, две сотни теряю, каждый год по уровню снега, а на третий год, на четвертый гляжу, так же по уровню снега, а несколько-то, десять штук-то полезло, десять штук из двух сотен-то полезло вверх, не замечая. Они что, думаете, просто так сидели, замерзали просто? Они адаптировались, кто как может. Да, знаете, какая ягода, знаете, какие? Она же была культурная, мне Чернышев прислал эти семена, вот, эти десять показалось потом, пять мужских, пять женских, но мелкое-мелкое, что мне пришлось, это, попробовал потом использовать, как по двое, не получилось, вырубил. Вот, но, то есть выжили, какие, еще раз говорю, я лусенковец в этом плане, не скрываю этого и даже горжусь, если они попали в чудовищные условия к вам, тайгу в эту, да, это не значит, что они погибнут, у вас костчик много, они полезут дружно, а потом они будут в разной степени, в самое культурное, раз замерзла, более-менее, а вот которая будет попроще, и может быть она превратится в сибирскую, не превратится, у нее же подвой, сибирская штамбовая, поняли? Сибирскую шелфовую. А в ней, нет, сибирская штамбовая вишня, в ней же, это ж подвой, у меня же все привитые, жуковские на нее, что означает? Означает, что по привое бродят гены подвоев, вот, пусть наука это отрицает на здоровье, но факт, что у меня, вы сами пробовали, прекрасные плоды дружные. Извините, вопрос просто в голове крутится, не дает вас внимательно слушать. Я хотел бы уточнить статистику, вот вы говорите, из 200 шелковиц адаптировалось 3, правильно понял? Нет, 10, 5 мужских, 5 женских, это моя статистика жесткая, жестокая. Ясно, ну то есть, нам нужно прикинуть, сколько примерно их нужно садить, чтобы... Все, 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 вот, допустим, мы собрали 200 штук, вы только садите их буквально через 15-20 сантиметров, что думаете, много места займет? Да пару десятков метров, все 200 высажены, а потом оставили их в покое и ждите. Морозов. Да, и Морозов в том числе, ждите, ну поверьте, они были привиты на сибирскую штамповую вишню. В них, это, они по-разному ее воспринимают, вот, у них всегда идет в таких случаях, ну как бы это сказать, да все это лотерейные билеты, у вас их 200 лотерейных билетов, из них выигрышных будет 5, 10, 20. После самых страшных морозов, я вам клянусь, я железу, что это, единственное, что, что именно те, что выживут, я подчеркиваю, это речь идет о южной привое, вы же собирались в привое, о южной, вишне вкусной, крупноплодной, вишне жуковской. Именно ее семена вы собрали вчера, под мудрым руководством, так? Вот, и когда из вас выживут, выживут самые, те, которые, одни погибают, другие чуть-чуть дичают, вы поняли смысл? А потом самое интересное, почему я еще говорю, это касается уже не только здесь, я говорю, для тех, кто хочет, чтобы дешевле было, кто хочет сразу много, выписываете у меня, я говорю, абрикосы культурные и дикие, так, вырастили те, и те, с культурных перелищили на дикие. А когда перенесли? В начале первой же зимы они не успеют дичать. Если бы им дать еще год пожить этим самым культурным, часть из них бы просто замерзла. Какие бы выжили? Менее культурные, и получается, вот они-то и создали вот эту статистику, что... У меня такой вопрос возник еще, когда я смотрел ваши фильмы. Такой вопрос. В наших краях абрикосы растут гораздо медленнее, чем в ваших. Вот, скажем, вы предлагаете прививать растения, когда они достигают толщины карандаша. А у нас они за один год не достигают толщины карандаша. Можем ли мы их прививать, когда они маленько поменьше? Да, конечно. Вы знали бы, какие я блинки прививаю. Вот со спичку я уже могу привить эту самую лусеньку. Уже со спичку. Ну, кто-то и не хотел услышать. Вопрос только в мастерстве. Понятно. Хочу год-то ждать. Пусть он совсем малюсенький. Ничего. Да, но он себе и хотел услышать. Видели эти три огромных абрикоса? В зале, который вот за столом. Знали бы, какой там урожайщий был. А лучший из них дал столько, сколько те два. А как, с чего он вырос? Еще раз, я уже рассказывал, неудобно, но вы же не слышали. Соседу он только у бабушки купил, которая напротив участок. Он лет 10 был под эгидой моего соседа, то есть дачника. Он у меня покупает два абрикоса нормальных. Вот какие вы видели, там вот тележки возили, да? А третий малюхонький, я сказал, или выброшу, или заберите. Почему я так сказал? Потому что есть какие-то, ну, не стандарты, ну, хоть понятия. Вот. А тут малюхонький. Привитый, но маленький. Вот я просто постеснялся взять деньги. Я говорю, я вам дарю, ну, не обижайтесь, или сдохнет, или это. Он-то и стал вот этим. Почему? Я потом сообразил. А этот-то маленький, с целыми корнями, а тем-то пообрубленными. А не знаете, какой у меня за год вырастает до двух, двух с половиной метров с кроны? Вот попробуйте такое пересадить. 90% корней остается на старом месте. А переезжают одни обрубки. А я тогда в горшках не выращивал еще 10 лет назад. Вот вам ответ на ваш вопрос. Пусть уже лучше второй год будет на новом месте, чем на старом. А потом, вот знаете, как потом на второй год какой мощный становится? Попробуй выкопай. Так, ну, в общем, вот так. Ответил на ваш вопрос, как мог. Вот. Так, так, так. Ну, что привать персики? Это или эта же. Вот она. А у меня в фильме есть. Я его. Вот. Подвои для персиков. Или любые из маньчжорцев, любые сыновей. Любые. Все прекрасно идет. Потому что в генах моих персиков уже давно бродят гены маньчжорского абрикоса. И пусть мне говорят, что это туфет. Да, знаете, я так говорю в скобках. Хохот в академическом зале. Хохот хохотом. Но что делать, когда мой друг Чернобаев, мои же сорта, в виде веточек были привиты, выросли великолепные деревья. Настоящая элита. Нам этим, это я уже так, знаете, я завоскальцем занимаюсь, да? Вот, видите? Курдюмов, академик. Вот. Вырубил к чертовой матери деревья, молодые, семилетние, с огромным урожаем. Так? Подчеркиваю, не с большим. Нет, не с большим. С огромным урожаем. Замучили. Запакостили ему эти, гниют, собирать не могут. А третий королевский еще. А нет, а десертный он уничтожил, так, спилил, королевский перепривил, но полностью, то есть с нуля. И этот самый, академик со стограммовыми плодами. У него родня, это, ну, лежат, там, ведра, ведра, ведра целые, и все это гниет. А куда девать? Вы поняли? А я ему, а я ему в этом фильме рассказываю, я уже вам говорю, я надеюсь, у вас когда-то будет, только вы рубить не будете. У него места, видите ли, мало. Он элиту, которая недоступна современному садоводству, недоступна. Они ему объяснять, почему это невозможно. Доктор наук из Питера, чтобы, это, из-за него мои статьи были зарезаны. Я уже об этом говорил, но мы же зубоскальцем занимаемся. Косточки моем, ну, в своем кругу. Кухня, чай, правильно? Вот. И я вам вынужден сказать, почему, потому что я молю Бога, чтобы у вас было много таких гостей. Почему? По одной простой причине. В 2007 год я лауреат, мне дают премии 15 тысяч, за каждую статью еще плюс гонорары по паре тысяч. Я лучший автор с крупнейшей российской газеты. Ваши шесть соток, все ее знают. А на следующий год тишина. А потом стыдливо письмо прислали, которое я не имею права ни опубликовать, ни фамилию назвать. Мне не просили ничего, просто сказали, вот посмотрите, что про вас написал доктор наук. А доктор наук написал, какие абрикосы у железа. У меня 18 сортаформ было, все выпали до плодоношения. Вот и все. Сейчас продолжают раскручивать этого доктора, но к абрикосам он уже, по-моему, не поступается. А вот Чернобаев, вот, видели сколько? У всех этих ребят растут великолепные абрикосы. Это те, кого мы увидели сегодня на садовочной выставке. Встали мы с гостями из-за стола. Гости остались в городе. Вот, с их автостопом им еще отдыхать надо. Четыре дня добирались. Вот, а я приехал в сад, потому что продолжаю эту тему семян. Видите, перед вами память Яковлева. Вот она такая есть. Уже осень, листья опадают. Вот ее форма. Видите, сильно ли повлиял на нее дождь? Дожди по-разному. Здесь не сильно. Вот, вот он урожай. Дерево всего 4 года. Вот она. Вот она. Вот, фактически первый урожай. В прошлом году было несколько штук всего. А сейчас, после 4 лет, зацвела и заплодоносила уже нормально. Вот сейчас я соберу. Здесь получится немножко. Почему? Я собираю только земли. Речь только о семенах. Еще раз напоминаю. Еще раз напоминаю. Нельзя, не имея морального права, и об этом молчит вся наука, нельзя насильственно отрывать вот этот плод. Вот, погибнет урожай следующего года. Раны не наносить. Придет пора. А, кстати, вот порша есть все-таки. Маленькая есть. Ну, в целом, нормально. Ну, давай посмотрим поближе. Одна из самых сладких груш. Для чего я их собрал? Я их практически не ем. Дело в том, что с них будут взяты семечки. Вот. Это уникальный по морской ксорт. Еще раз говорю. Все по железу. Кстати, вот муравейник. Как видите, дерево погубить не собирается. Хотя муравейник мощный. Он какой. Вот. Деревья. Пока еще ни одно не пострадало. Хотя многие муравейники примыкают. Или прямо окружают со всех сторон. Штамп моих культурных деревьев. И вот что получается. Значит, мы здесь, здесь. То есть, я ради семян. То есть, будет выковырено с каждой по нескольку семечек. И поедут к вам. Потому что я в железах. Не смог отучить людей. Вот. В свое время я искренне считал только прививки. Сейчас я понял. Нет. Поколение сменилось. Привальщиков стало десятки, сотни раз меньше, чем поколение назад. Кстати, посмотрите, какие красивые. Вот они. Видите? Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok